Сегодня финансы станут главной темой. Каким будет бюджет следующего года? На что сможет муниципалитет потратить бюджетные деньги? Об этом рассказала главный финансист муниципального образования Инна Порыгина. Бюджет 2015 года сохраняет традиции прошлых лет. Он такой же предельно дефицитный, но стабильный и социально направленный. Параметры главного финансового документа в следующем году выше первоначальных показателей бюджета 2014-го. Так, доходная часть увеличена на 800 миллионов рублей. В 2015 году она составит 13 миллиардов 428 миллионов рублей. На 930 миллионов подросли и расходы. На траты муниципальный бюджет запланировал 14 миллиардов 231 миллион рублей. В предюбилейный для Омска год учли все расходы без исключения. Сорвать план подготовки к 300-летию не то что нельзя. Напротив, при дефиците в 800 миллионов рублей город сделал все, чтобы привлечь как можно больше субсидий. Бюджет следующего года почти в 10 раз увеличен по собственным расходам на реализацию адресной инвестиционной программы. То есть в следующем году мы потратим на реализацию объектов наших стройки либо реконструкции миллиард 6 миллионов рублей. В том числе больше 500 миллионов рублей это чисто средства на софинансирование объектов 300-летия. То при утверждении бюджета 2014 года мы выходили со 138 миллионами рублей. В перечне объектов адресной инвестиционной программы достройка школы в пятом микрорайоне. Возведение двух детских садов в Кристалле-2 и на Мельничной. Для дошкольного образования, кстати, создадут еще 12 объектов. Львиная доля, а это 400 миллионов рублей, придется на переселение омичей из ветхого и аварийного жилья. Больше 5,5 тысяч человек в ближайшую трехлетку переедут в новые квартиры. Увеличить финансирование адрески получится за счет сокращения расходов на приобретение и ремонт. И это не может быть не печальным для другой части омичей. В бюджете следующего года у нас, например, на капитальный ремонт по судебным решениям заложено только 50 миллионов рублей. Что, конечно, в три раза ниже, чем в бюджете текущего года. Только 40% это расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, на дороги, транспорт и так далее. Но я хочу отметить, что в процессе исполнения бюджета всегда бюджет корректируется в сторону производственных статей в части повышения его расходов. 2015 год обещает Омску три новые дороги. На Донецкой, Андрианово, на 15-й рабочей начнут строительство путепровода. Финансирование строительства и реконструкции уличной дорожной сети тоже в плане подготовки к 300-летию Омска. Неизменным пунктом расходов городской казны остаются траты на содержание сети бюджетных учреждений, а также на повышение заработной платы бюджетникам. Новой статьей расходов города в 2015-м станут платежи за капремонт муниципального жилищного фонда. На это уйдет 60,5 миллионов рублей. Помочь свести концы с концами смогут дополнительные доходы. Ожидается, что доходная часть обязательно пополнится примерно на 3 миллиарда рублей. В городе до сих пор остаются непроданными земельные участки Паракасовского, бывшие владения строительной организации «Русантон». Мы дважды проводили аукцион, земельные участки пока не продались, поэтому, может быть, это отложенный спрос наших предпринимателей, может быть, еще что-то. Но я хочу сказать, что в следующем году, тем не менее, мы спрогнозировали, вновь поставили в план по доходам и продажу этих земельных участков. И, кроме того, мы спрогнозировали все-таки поступление по налогу на доходы физических лиц на уровень текущего года. Это очень оптимистичный, на самом деле, вариант, по нашему мнению, по той простой причине, что в текущем году, ввиду определенных проблем наших систем и бюджетнообразующих предприятий, мы уже видим, что мы не выполним план по доходам вместе с налоговой службой. По подоходному налогу в размере где-то 200-230 миллионов рублей. Большие надежды у омского бюджета на предпринимателей. И это небезосновательно. В 2014-м малый и средний бизнес начал выходить из тени. По итогам прожитых 10 месяцев текущего года, план по сбору единого налога на вмененный доход перевыполнен. Хорошие показатели и по земельному налогу теперь бы не опустить планку. На доходной составляющей казны Омска в 2015-м может откликнуться и его оборонный потенциал. Есть определенные надежды на то, что все-таки, учитывая, что правительство Российской Федерации будет развивать очень активно оборонный комплекс, а у нас очень серьезные оборонные предприятия, и если у нас будут на самом деле увеличиваться размеры оборонного заказа и, соответственно, увеличиваться количество рабочих мест на предприятиях, то есть предприятия будут привлекать трудовые ресурсы на территорию города Омска, конечно, основной доходный источник в виде налога на доходы физических лиц, он будет у нас. В городском бюджете сейчас пока невозможно отобразить и еще один существенный источник доходов. Это субсидии федерального центра. Они попросту не распределены между субъектами. В сложной геополитической и экономической ситуации, просчитанный в пессимистичном варианте бюджет Омска на 2015 год, директор Департамента финансов и контроля города Инна Порыгина, напротив, не скрывает оптимизма. В разгар роста доллара и евро порадоваться действительно есть чему. У нас большая надежда все-таки на тот механизм, который запущен в текущем году только на уровне субъектов, а в следующем году мы вошли в тот перечень двух муниципальных образований, которые на территории Омской области будут иметь право кредитоваться. Это в части как раз привлечения кредитных ресурсов федерального бюджета через федеральное казначейство. Сроком, конечно, они будут очень короткие, 30 дней, но тем не менее под 0,1%. Они будут очень дешевые, и мы в любом случае 700-800 миллионов будем иметь право претендовать на эту сумму. Если не случится мировой революции, то в принципе бюджет достаточно стабилен. Добавлю, что Инна Порыгина рассказала также о том, что в бюджете города 2015 года заложены деньги на строительство коммуникаций и дорог к пяти участкам комплексной застройки земли для многодетных семей.